Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Цена на нефть WTI достигла минимального значения с августа текущего года. Главной причиной для распродаж остается спрос, который начинает снижаться. Уменьшение загрузки нефтеперерабатывающих заводов в Азии вынуждает Саудовскую Аравию снижать стоимость экспортируемой нефти в регион. Это явно медвежий сигнал для рынка, тем не менее, потенциал нисходящего движения уменьшится. Напомним, что летом мы также наблюдали попытку продавцов прорваться ниже 67 долларов за баррель, но тогда им не удалось этого сделать, так как произошло значительное ухудшение геополитической ситуации в мире. Учитывая очередной возврат котировок ниже 70 долларов, исключить развитие более мощной волны распродаж крайне сложно. В отличие от рынка нефти, золото заинтересован в значительном замедлении крупнейшей экономики мира. Более того, ему необходима рецессия, для дальнейшего роста, ведь в этом случае спрос на защитные активы будет расти, в то время как доходность гособлигаций снижаться. Ведь рецессия может вернуть инфляцию до целевого уровня в 2%, тем самым вынудив ФРС снижать ставки. Без этого, бычий сценарий становится все менее вероятным, хотя активность продавцов заметно снизилась. Формирование боковика указывает на неопределенность рынка и необходимость дополнительного бычьего фундаментального фактора для роста. Это плохой сигнал для покупателей. При этом обратите внимание на ослабление американской валюты, что в свою очередь снижает давление на золото. Слабость доллара США может быть вызвана умеренным увеличением количества первичных обращений за пособием по безработице. Поэтому релиз отчета по изменению количества созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США, а также данных по безработице, может оказать влияние на рынок. Снижение занятости и как следствие увеличение безработицы – это медвежий фундаментальный фактор для американской валюты. Ведь в этом случае увеличится вероятность смягчения монетарной политики ФРС. И уже по традиции завершаем обзор рынком криптовалют. Значительных изменений не произошло, так как биткоину удается удерживаться у достигнутых максимумов. Это хороший сигнал для покупателей, ведь отсутствие глубоких коррекций указывает на высокий спрос. Тем не менее, не следует полностью исключать риск краткосрочных распродаж. Ведь инвесторам и трейдерам необходим дополнительный повод для покупок с текущих уровней. В то время как любая информация, указывающая на готовность комиссии по ценным бумагам и биржам США вынести негативное решение по любой из заявок, способно спровоцировать волну распродаж. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.